Здравствуйте! Вы на канале ИнстаФорекс ТВ, где, как всегда, узнаете саму актуальную информацию с финансовых рынков. С вами я, Екатерина Стихина. Головная новость сегодняшнего торгового дня, конечно же, выход США из Иранского соглашения. Вчера президент США объявил о разрыве ядерной сделки с Тегераном и пообещал вернуть санкции. Напомним, что Иран является одним из крупнейших поставщиков нефти. Сегодня экспорт составляет 2,5 млн баррелей в день. Очевидно, что введение эмбарго на поставки иранской нефти существенно отразится на балансе цен на энергоресурс. Уже сегодня заметно выросла рыночная волатильность. Котировка североморской нефтяной смеси марки Brent вырвалась в зону выше отметки в 76 долларов за баррель, прибавив около 2,7% ко своей стоимости. И консолидируется вблизи уровня 77 долларов. Это максимальное положение графика с ноября 2014 года. Аналогичная динамика и с котировками на американскую нефть марки WTI. Сегодняшняя публикация от Минэнерго США об изменении запасов нефти в американских хранилищах вряд ли изменит настроение рынка. К тому же вчерашний отчет от экспертов Американского института нефти засвидетствовал отрицательную динамику. Запасы за прошлую неделю стало меньше – почти на 2 млн баррелей. Довольно часто случаются расхождения в оценках от Института нефти и Минэнерго. И сегодня в первые часы работы американской сессии мы узнаем, совпали ли в этот раз данные. Пока же ожидается, что в нефтехранилищах будет отмечено сокращение на 200 тыс. баррелей сырого нефти. Рост цен нефти поддержал спрос на валюты сырьевого блока. Заметнее всего прибавил в весе канадский доллар. График котировки USDCAD стремительно несется вниз, опустившись ниже отметки 1,2900. С учетом того, что доллар США также в центре внимания инвесторов, следует ожидать сохранения тренда на укрепление канадской валюты. Вы смотрели новости на канале ИнстаФорекс ТВ. С вами была я, Екатерина Стихина. Спасибо, что были с нами. На этом у меня сегодня все. Ждем вас завтра на нашем канале.